Всем моим зрителям большой привет! Ребят, я сегодня хочу с вами поделиться замечательной новостью. Мы наконец-то повесили шторы. Правда, не во всех комнатах, но тем не менее, делюсь с вами хорошей новостью. Если вам это видео интересно, вы хотите посмотреть, как все-таки смотрятся горчичного цвета и зеленого цвета, даже такого изумрудного цвета шторы, то давайте я вам покажу. Итак, мои дорогие, начну не сразу с новых штор, а со старых, но тем не менее, новый тюль висит на окне. Здесь 4 штуки, легкая, дешевая, самая дешевая из Икеи, которую можно взять, вот такая вот сеточка по 300 рублей за 2 штуки, если я не ошибаюсь, то есть это совсем-совсем недорого. Я никогда тюль не подшиваю, вот конкретно эту, просто обрезаю ножницами, то есть вот так примерно кладу и обрезаю ножницами, где-то неровно, но меня это абсолютно устраивает именно в этом случае. Я думаю, этот тюль какое-то время у нас провисит, но может быть год, может быть два даже, и потом я заменю. Долго этот тюль не прослужит, потому что у нас есть код, и все равно какие-то зацепки на вот этой вот сеточке остаются. Старые шторы повесили, которые короткие, но пока вот так вот. Светлая комната сразу получилась, но, конечно, с вот этими шторами очень круто засыпать, потому что они полностью не пропускают солнечный свет. Как видите, я тут подумала, что нужно с вот этих вот обрезков сделать две наволочки. Одна будет зеленая, а другая вот такого горчичного цвета. Мне кажется, будет очень прикольно. Я думала, знаете, такими полосками сделать, то есть здесь, допустим, желтая, здесь зеленая и снова желтая, но потом подумала, что однотонная мне все-таки больше нравится. Но это я пока думаю, если у меня получится, то я вам, конечно же, покажу. Пойдемте в Милану комнату, покажу вам, какие там шторы я повесила. Так, ну что, смотрите, вот таким вот образом выглядят у Миланы шторы. Знаю, что многим эти шторы не понравились, но мне они нравятся. Мне, Милане, Сереже, всем нравятся, кто их видел, все оценили. Конечно же, не каждый бы повесил их, не каждый бы такие шторы повесил у себя дома, но нас они абсолютно устраивают. И я хотела, кстати, ребят, поправить очень многих о том, что у нас не классический стиль в квартире. У нас самый, я не знаю, обычный, современный, без каких-то там канделябров и тому подобное, будем говорить так. И шторы достаточно минималистичные, но тем не менее с ярким цветом. Я бы не сказала, что они как-то там блестят или еще что-то. Мне очень нравится. И в Милане, мне кажется, очень классно подошли в эту комнату, потому что ковер очень удачно подошел. Здесь есть вкрапление горчичного цвета. Также вот этот вот цвет, он светло-розовый. И у Миланы здесь слегка-слегка светло-розовый тюль. И еще я вам хочу вставить несколько фотографий с интерьером, где используются горчичные шторы. И очень даже неплохо смотрятся. И в разных интерьерах играют новыми красками. Я призываю всех не бояться ярких оттенков, но именно в каких-то добавлениях, вкраплениях в интерьер. Соглашусь, например, сейчас с тем, что мне не очень нравится то, что вот такая вот голубая постель у Миланы, розовый стол, такого цвета штора. Но, тем не менее, все равно это все-таки детская комната. Не наляписто. На мой взгляд, не наляписто. Смотрится и очень даже спокойно. Так что, да, я бы, конечно, знаете, вот эту вот тему еще убрала. Но это Милана Мир. Это Милана там что-то собирает, клеит. Пусть этим занимается. В будущем, надеюсь, что мы все-таки поменяем вот эту вот этажерку. И хочу все-таки, чтобы она была закрыта. Может быть, поставим такой же стеллаж, как на балконе, может быть. Либо полностью, например, будет закрыта. Мы еще пока не решили, но это и не будет в ближайшее время. То есть это, ну, я думаю, что может быть после Нового года. Посмотрим по обстоятельствам. Так что, да, вот такая вот у нас история с желтыми шторами. Пойдемте посмотрим зеленые. Ну что, а здесь у нас зеленая история. Знаю, что многие сейчас меня просто забросают помидорами, потому что считают, что зеленые шторы не подходят. Но я знаю, что, ребят, я в любом случае сделаю на свой вкус, так как мне нравится. К сожалению, еще раз повторюсь, и мои очень многие клиенты, которые смотрят мои влоги, говорят о том, что действительно камера, к сожалению, не передает о том, что у нас кухня матового серо-зеленого цвета. То есть вот эти вот темные фасады. Я постараюсь вам сейчас вставить картинку, фото, где максимально, насколько это возможно, кухня передает свой оттенок. Также не забывайте о том, что у нас плитка такого изумрудного цвета и изумрудного цвета шторы. Мне кажется, они очень классно сочетаются с интерьером всей этой кухни. Вот там, например, в углу попадает свет, и там они кажутся более светлыми. Но на самом деле вживую они не такие, может быть, блестящие, как вам кажется на видео. Кстати, сейчас залезу на стол и покажу вам историю, которая произошла с карнизом, который, помните, мы вешали, я вам показывала, и вот эту вот батарею было видно. Но, к счастью, здесь на шторах есть вот такие вот петли. И, собственно говоря, мы просто одну петельку мы продели через вот эту штангу, где держится карниз, и получилось легко и просто закрыть батарею. Я очень-очень этому рада. Причем Сережа вешал шторы и вот таким вот образом сделал, догадался, за что большое ему спасибо. Тюль здесь висит точно такой же, как и у нас в комнате. Здесь только два тюля. А у нас в комнате четыре. Вот такая вот замечательная история. Мне кажется, что очень и очень классно получилось. Да, здесь есть такой нюанс, что вот здесь у нас холодильник, но так как у нас холодильник открывается вот в эту сторону, то очень даже неплохо смотрится. Сейчас немного прикрою. Дайсон просится на балкон. Вот так вот все это выйдет. Как многие из вас заметили, и я также говорила в предыдущем видео, что все-таки очень пустая стена, и нужно все-таки что-то сюда повесить. Я пока только присматриваюсь. Есть очень интересные постеры на Алиэкспресс, и думаю, может быть, сюда что-нибудь повесить. Так, вот у меня здесь лимончик стоит. Пока смотрится стол очень пусто, да, на нем, но надо что-то сюда придумать. Надо придумать цветочек, когда стоит повеселее. И, кстати, хочу вам сказать, что у нас всегда открыта балконная дверь, для того, чтобы на балконе тоже было тепло. Он у нас утеплен. Если закрывать всегда балкон, то, конечно же, на нем все равно будет прохладно. Так как у меня здесь стоят цветы, то мы предпочитаем, чтобы балкон был открыт. И плюс у нас вот Дайсон здесь кушает, да? Кушает Дайсон. Мурчак. Я надеюсь, что вы этому видео поставите пальчик вверх, прокомментируете это видео, для того, чтобы больше подписчиков прибавлялось. Это очень классно для канала. Также хочу показать вам то, что зеленые шторы могут и в других интерьерах работать. Я поставлю вам несколько фотографий, для того, чтобы вы наглядно все это видели. И такие бархатные шторы могут не только в классических интерьерах, не только в таких минималистических интерьерах работать. Это все дело вкуса, фантазии. Я хотела сказать о том, что если бы человек не фантазировал, если бы что-то нового не придумывал, не рождались бы какие-нибудь новые идеи у дизайнеров, не рождалось бы какой-то новый стиль, новый стиль в одежде и так далее. Поэтому не бойтесь фантазировать, экспериментировать. Не всегда то, что делает другой человек для вас, может быть хорошо и правильно. Поэтому всегда в своем доме можно поэкспериментировать, посмотреть, как смотрится это, как смотрится то, подбирать какие-то вещи в интерьере по своему вкусу, по своему настроению, настроению в семье и так далее. Вот все, что я хотела вам сказать. Желаю вам хороших выходных и до новых встреч. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.